Наблюдаю за увеличением пенсионного срока. Смотрите, как интересно. Во время чемпионата мира эта идея пошла в массы. Вот увеличат пенсионный срок. Люди начали роптать очень сильно. Путин не показывался перед народом в связи с этой темой. Ни одного комментария, ни одного обращения, ничего. Я понимаю, он не хотел брать на себя негатив. Он взял паузу, посмотрел. Они, видимо, заложили чуть больше, чем потом дали. В результате, вчера он сделал обращение к нации, прервали вещания на всех федеральных каналах. Я внимательно послушал его. Ну, плюс пять лет мужчинам, плюс пять лет женщинам. Вместо, там, планируемых больше было. Но дальше было интересно. Кстати, выглядел он неважно в связи с тем, что он объявлял. Все-таки не о победах объявлял. А он пытался объяснить людям, что да, сегодня на столько-то, он называл цифры, денег зарабатывают работающие, столько-то, а пенсии платить стольким-то. А через... у нас-то все нормально, у нас резервный фонд большой, но через семь-девять лет это будет катастрофически. Поэтому мы готовим... Ну, в СМИ это подали, как президент взял ответственность за всех вот этих негодяй на себя. А теперь, внимание, сейчас прозвучала фамилия Затулина. Это очень интересно. Значит, вчера на первом канале российском программа «Время покажет». И вот сидит Затулин и Ревенко. Ревенко – депутат Госдумы, и Затулин – депутат Госдумы, которого лицо уже не вмещается в телевизор. Видно, эта идея русского мира, она его так расперла, что он сильно поправился. Ну, так вот, Затулин говорит, что нам трудно, мы в войнах. Я аж... я потом прослушал в Ютубе этот фрагмент. Он говорит, мы в войнах. На нас давят. Конечно, мы в войнах. А куда, от чего вы лезли туда? У вас в России было все потрясающе, зашибись. Курс доллара – класс. Нефть, газ, потоком продаете, цены зашкаливают. Нет, имперское величие бьет в голову, как моча, понимаете? У них это... Вот когда они нищие сидят, у них все в порядке. Как только они поднимаются, даешь империю, даешь восстановление, даешь господство над всем миром. Мы в войнах, он говорит, нам плохо, нам тяжело. Конечно, 3 миллиарда они тратят на Донбасс ежегодно, 3 миллиарда на Крым ежегодно, 3 миллиарда на Сирию. А гонка вооружений, а все остальное. А теперь, оказывается, пенсии нечем платить. Это же не свеженькая риторика, вы же помните, после Крыма, а то Крым наш, это абсолютно, да, вот такая линия, с которой все колебались, генеральная. Потому что между российским населением и российским руководством заключен негласный колбасный договор, который заключается в том, что, ребята, мы вам колбасу, развлечения, классные вообще все, жирейте, жирок накапливайте, занимайтесь бизнесом, ездите по миру, Турция ваша, Египет, Тунис, пожалуйста. Ну не лезьте в политику. То есть мы занимаемся своим, вы своим. Колбаска у вас есть. Вот сейчас, если в связи с санкциями, которые все равно американцы затягивают, медленно, но верно, и в связи с этим повышением пенсионного возраста и так далее, курс-то у них тоже уже скачет как. Если колбасный договор нарушится, вот тут Путину придется изнутри нелегко.